Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Волжская коммуналка. Я Антон Анисимов. В этой программе истории о простых людях и их непростой борьбе за светлое коммунальное будущее. Одни делают все, чтобы жить комфортно, но их старания гибнут под колесами автотранспорта, а другие за свою активность испытали на себе месть работников сферы ЖКХ. Вот говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я бы с этим поспорил. Бывает, жильцы только и делают, что облагораживают свой двор, а он по непонятным причинам лучше не становится. Как такое может быть и кто тому виной, узнаете в следующем сюжете. Добро пожаловать в наш коммунальный рай. Так приветствует съемочную группу у себя во дворе Эмиль Бабаев. И сразу оговаривается «рай» в кавычках. Здесь все в кавычках, утверждает молодой человек. К примеру, площадка для игр. Дети у нас во дворе не играют по причине того, что двор вот в таком вот замечательном состоянии. Говорю все это в кавычках. Озеленение, детская площадка, дворовая территория, тротуары и комфорт. Все эти понятия без соответствующих орфографических знаков не пишутся и не произносятся. Все потому, что свое истинное предназначение они давно утратили, благодаря коммунальщикам. По родному двору Эмиль Экскурсии может часами водить. Куда не ступишь, везде какая-нибудь жилищная авария. Вы видите здесь напиленные лесозаготовки. Здесь есть весь мусор, который сюда выбрасывается и так далее. Справа и слева оживленные трассы у нас во дворе. Разбитая, захламленная площадка, дырявая дорога, уничтоженные газоны. В общем, все для беззаботного существования. Причем именно существования. Жизнью такой пейзаж не назовешь. Коммунальные службы о жильцах не только не заботятся, но будто умышленно вредят. Дерево два месяца назад напилили и бросили здесь. Пройти людям невозможно, потому что это по сути единственный проход. Вдоль домов ходить тоже невозможно. Там сплошные дыры у нас, которые, когда оттаивает почва, превращаются в болото самое настоящее. Идут и там следы былого великолепия советского прошлого и результат наступившего коммерческого будущего. Больнее всего, признается молодой человек, помнить, как это было красиво в детстве. Каждый элемент дворового декора он помнит наизусть. Без тоски пройти не может. Здесь раньше клуб был. И снова в раздумье печаль. Обидно, что окружающая разруха не от халатности жильцов или желания существовать в таких условиях. Напротив, местные активисты дворик реанимируют как могут. Ставят заборы, разбивают клумбы, красят бордюры. Но все без току. Старание простых людей и вера в лучшие гибнет под колесами автомобилей. Они просто сваливают заборы и вот, в общем-то, вот результат. Вот это вот, во что человеческий труд превращается. В решении проблемы может помочь не что-то сверхъестественное. Достаточно оградить двор от машин и обязать сотрудников ЖКХ убирать за собой. Однако простые истины в этой реальности кажутся неизбыточной мечтой. Оттого коммунальный рай в этом дворе наступит еще не скоро. С коммунальщиками шутки плохи. Следующий сюжет прямое тому доказательство. Его герой добился правды и облагородил свой двор. Однако служителям коммунального хозяйства это сильно не понравилось. Что было дальше, сейчас покажем. Эта история началась еще в августе. Тихий двор, обычная скамейка. А ведь если бы не случайная удача, скамейка бы прославилась на весь микрорайон. Стало бы местом большой трагедии. Сначала треска мгновенная, представляете? И мы быстро бросались в разные стороны и ветка тут же рухнула. Только приблизились к этому месту и вдруг опять скрежет и грохот такой треск и вторая ветка грохнула. Большая удача обернулась поводом для больших раздумий. В частности для Льва Николаевича. Пожилой мужчина с тех пор покоя не знал. Все думал, как спилить злополучное дерево. Но достучаться до души и совести коммунальщиков даже ветерану, увы, не удавалось. Месяцы бесплодных обращений и звонков, кажется, переросли бы в года. Но тут в дело вмешалась волжская коммуналка. И как по волшебству зашумели бензопилы, оставляя после себя пеньки. Однако коммунальщики люди злопамятные и просто так ничего не делают. Даже благой поступок сумели обратить в личную месть. Ну, сделаем, сделаем, сделаем. И в каждом году я говорю, вы делаете раннюю весну, а не летом. Вот они приехали раннюю весну, там все попилили, все деревья, которые были намечены. И здесь вот сделали. Но сделали, видите, как погано. Все поломали, все испортили. Такова оплата за комфорт, решили управленцы. Активистов или жалобщиков, как их любовно называют в ЖЭУ, нужно наказывать. Действовать решили радикально и ударили по самому больному, что есть у пенсионера. Я здесь тратил деньги, посажал траву, сажал цветы, загораживал, все. Барбарис посадил. Где там эти кустики такие декоративные? Кусты все срезали. Тут у меня Барбарис, значит, посадил. Все срезали тут, как варвары работали. Чего такого криминального совершил пожилой мужчина гадает весь двор. Но, видимо, у коммунальщиков свой уголовный и моральный кодекс, по которому Лев Николаевич определенно виновен. У них даже государственность, как выяснилось, тоже иная. Ничего мы делать не будем. Это не наша работа. Город пилил, вот пусть город убирает. Как два разных государства. Обидно, что обычные граждане ни в первом, ни во втором случае гражданства не имеют. А значит, спорить и требовать не имеют права. Насколько легитимна такая коммунальная власть, еще стоит поспорить. И это еще одна миссия Льва Николаевича в борьбе за житейскую справедливость. На этом у меня все. Надеюсь, эти истории вас не напугали, а, напротив, настроили на боевой лад. Бороться с коммунальной халатностью можно и нужно. Только так наступит райская жизнь. Без кавычек. Увидимся через неделю. А пока держитесь, люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова